Я хочу быть наркоманкой, да, детка? Топи. Меня уволят после этого просто. Ну ничего, теперь я бомж. Мне стыдно, а если это так и есть? Ей точно 21? Нет, мне 41. Меня зовут Надя Коршунова, мне 21 год, я родом из Волгодонска. Хорошо, чем занимаешься на данный момент? Учишься, работаешь либо все вместе? Работаю, только работаю, думаю продолжить учиться, получить высшее образование. Еще не придумала в какой сфере. Работаю в Центре внешкольной работы, педагогом-организатором и педагог по вокалу. А без педагогического образования можно ли это делать? Нет, а я с педагогическим образованием. Но когда ты его закончила? В 19-м году. Я с ней кто-то педагог начальных классов? Нет, я педагог по вокалу, по диплому. У меня образование артист, педагог по вокалу и руководитель коллектива. У вас что-то за учреждение образовательное заканчивало? Вообще пополам. Училась три года в Ростовском колледже искусств. И заканчивала, получается, уже в Таганроге. Музыкальный таганрогский колледж. Самого утверждающего хочешь пойти учиться тоже с творчеством, чтобы это было... Нет, в другой. Уже сказала, что в другой. Скорее всего, связано с психологией, либо журналистика. Зарплату как можно больше. Ну, я не буду называть прям цифру, потому что, возможно, я захочу больше. Через пять лет. Конечно, цены вырастут еще больше, поэтому зарплата должна быть еще больше. Я себя вижу намного мудрее женщиной, скорее всего, с ребенком. Хочу ребенка. Это прям как информация пошла какая-то. Да, я связь с космосом. Ну, правда. Вот через пять лет, будет мне 26, скорее всего, я захочу уже быть молодой мамочкой с образованием высшим. Не получится уже по данным меркам, ты будешь старородящая. Нет, я буду молодой. Себя любить и понимать, что ты сможешь воспитать не только, ну, родить человека, но и воспитать, и чтобы из него что-то получилось, а не так просто. Ну, дал бог зайку, даст лужайку. Нужно серьезно к этому подходить, как по мне. Ну, то есть более серьезно. В 26 лет ты думаешь, что уже будешь более серьезная в этом плане? Да, я уже серьезная. Ну, я туда как будто с учителем так обговариваюсь, у меня же как-то не по себе. Да, Марья Васильевна? Надежда Павловна. Прямо барьей Васильевна. Надежда Павловна, хорошо, будем так говорить. Павловна. Надежда Павловна, какое достижение вы считаете главным в своей жизни на данный момент? Что в 21 год я не имею ни кредита, ни ребенка, я не мать-одиночка. Мне это очень нравится, это мое достижение. И что я довольно мудрая в свой 21 год. Я могу так тоже сказать, да. Какой для тебя идеальный мужчина? Внешний, внутренний фактор и вообще все в симбиозе в целом. Внешний вообще нет ничего, вообще не обращая внимания на внешность, вот честно. Для меня важно, чтобы, не должен быть, а важно, чтобы мужчина меня уважал. Поддерживать, он не обязан во всем поддерживать. У него есть свое мнение, он может сказать, что вот я так считаю, что тебе это не нужно, например. Тебе не кажется, что в отношении главная поддержка, особенно для того, который не нуждается? Уважение, в первую очередь. То есть поддержка это вторичный фактор, которого можно даже и не дать. Да, не во всем. То есть я хочу быть наркоманкой, да, детка. Топи, Калисин. Он должен, не должен, а важно, чтобы он тебя уважал и поддерживал, оказывал поддержку только в том, что он считает, ну, тоже. Ну, то есть если это не граничит его с моральными принципами, то он не должен поступаться, и даже в отношениях с любимым человеком. Ну, не нужна мне поддержка, честно. Вот хочет он поддержать, вот поддержал меня в конкурсе, спасибо. Не поддержал, спасибо, и все равно пошла. Ну, то есть если ты станешь наркоманкой и убьешь кого-то, труп ты спрячешь сама. Да, и позову вас. Есть ли в твоей жизни такой мужчина на данный момент? Да. Давно вы вместе? Достаточно. Ну, достаточно. Я не знаю. Я не считаю. Я просто уйду на команду. Да, просто уже все, как бы, все потеряно. Все уже клеймо на тебе. Да. Ну, как, год, два, или... Ну, больше, да, ну... Во времени же, пространстве ты умеешь ориентироваться? Нет, честно, я не знаю. Ну, достаточно долго. Ты знаешь, какой сегодня день и год? Да. Какой? Май. Май какого года? 45-го? 2022-й. Я сейчас в себя приду, я же все-таки уже все, наркоманка. Сейчас меня отпустят. Меня не отпускают. Надежда Пауна, собери. Меня уволят после этого просто. Я пришел учить ваших детей. Теперь я бомж. Вот, а ты отказываешься. Я же говорила, внешность не важна, и социальный статус теперь тоже. Ну, это все правильно. Как молодой человек вообще отнесся к твоему участию на этом проекте? Отговаривал? Может быть, он говорил, что нет, как ты можешь? Нет, он поддержал. Он поддержал меня. Он даже просил своих друзей голосовать за меня. Мне очень приятно. Меня все поддержали. Ну, а, говоришь, поддержка не важна. Видишь, сама лукавишь. Если бы он не поддержал, я бы так же сидела сейчас здесь. Просто бы говорила, что он меня не поддержал. Он сейчас на работе. Надеюсь, у него шина лопнет, например. Будет замечательно, если у него шина лопнет. Нет. Прости. Вот видишь, сейчас сама себя дискредитируешь. Просто даже в лице молодого человека. Не помнишь, сколько вы вместе. Хочешь, чтобы он был молодшим? Но я считаю, это тоже не важно. Ну, не обязательно помнить. Главное, помнить, как его зовут. Да, ты помнишь, как его зовут? Да. Как? Не могу сказать. Он будет оставаться инкогнито. Ну, то есть, как бы сейчас ты даешь понять, что ты забыла, как его зовут. Да, простите. Да, я придумываю себе отговорку, что он будет просто инкогнито. Мне кажется, ты придумываешь себе молодого человека, фантомного. У меня стыдно. А если это так и есть? На что ты потратишь главный приз? Как я уже говорила, скорее всего, я пройду курсы. Но это не точно. Потому что у меня есть маленькое чудо, крестник. И я спущу все деньги на него. Я же будущая мать. Я должна понимать, куда тратить деньги. Я должна спускать деньги на деньги. Я думаю, да. У меня две кошки. Я тоже их считаю своими детьми. Ты не хочешь поделиться? Нет. Умею готовить. Вообще, все, что я захочу, я все приготовлю. Ну, даже выпечка, торты. Особенно выпечка. Торты не хочу, поэтому не умею. Торты. Торты? Угу. Все, вот видишь, я проверял тебя просто. Хорошо. Сейчас я тоже подловлю. Как ты правильно учишь детей. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, можно ли дружить? Участие в конкурсе красоты. Вот вообще с участницами, с девочками. Можно дружить. Ну, а дух соперничества как? У меня его нет. Я сюда пришла как раз-таки за тем, чтобы найти себе, не то чтобы подруга, а пообщаться, выйти из зоны комфорта, получить наслаждение. Наслаждение. Да. Баланс. Хоть где-то еще, кроме как. Кроме как там. Девушка должна пользоваться своей красотой ради достижения каких-либо целей? Нет. Ну, и лично я пользуюсь своей красотой, чтобы подходить к зеркалу, видеть себя и думать. Ну, ты красивая. Красоты-то уже, в принципе, каким-то образом используешь. Это еще раз себе доказать, что я суперкрасивая. Себе, не кому-то. Только как ты относишься к негативу в социальных сетях, в комментариях? Очень положительно. Тебе это веселит? Да. Меня действительно это веселит. Меня задевает, что их мало. Вот что могли бы написать, допустим, в твой адрес, либо в адрес твоей семьи, твоего фантомного безымянного молодого человека, что могло бы тебя обидеть? Ничего. Я могу только назвать, что меня повеселило, что я выгляжу на 35, что ей точно 21. Нет, мне 41. Просто на командке всегда плохо выглядят. Да, извините, да. Я скрывала это все. Ну, вообще, мне кажется, понимание, что человек сидит и тратит на тебя свое время, такой, ты старая и страшная. Ты там, у тебя зубы там, щель между зубов. И что? Ну, смотри, это только начало, сейчас же начнутся этапы, сейчас даже вот визитка выйдет. Ты же сама прекрасно понимаешь, что мы возьмем самое лучшее из нашего интервью. Да, я знаю, наркоманка. Наркоманка. Учительница наркоманка, пожалуйста. Да. Получий психолог. Меня уже уволили. Поэтому тебе за главный приз придется побороться. Можем еще тут посидеть. В принципе, я не тороплюсь уже на работу. У меня ее нет. Самое стыдное, наверное, когда я училась в школе, ехала в автобусе. Я очень уставшая была. Я понимала, что, видимо, меня ничего вкусного дома не ждет. Я начинаю нервничать. В общем, меня вырвало. Прям в автобусе при всех. Потому что ты хотела чего-то вкусного. Я понимала, что меня и так дома ничего хорошего не ждет. Я еду со школы, вот такая загруженная, злая и грустная. Ты решила просто обливать. Я перенервничала, меня вырвало, да. Меня зовут Надежда Коршунова. Хочу, чтобы вы больше писали, больше смотрели. И, наверное, чуть-чуть больше гадостей мне. Да. Больше, чем было в предыдущих, как это сказать, публикациях. Да, мне нравится.